Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. Что может быть интереснее и ожидаемее крутого премиум линкора 9 уровня? Например, такого, как изученный нами недавно Карл 14 Юхан. Только два премиум линкора 9 уровня. И разработчики, видимо понимая нашу любовь к премиум линкорам, в одном анонсе с европейским Карлом решили порадовать нас еще одним премиум линкором 9 уровня и тоже европейским, но британским. Скарлетт Тандер. Еще и название напоминает выведенного из продажи народного любимчика Тандерера 10 уровня. И, кстати, концептуально Скарлетт Тандер некоторыми чертами напоминает Тандерер. Ну и в целом смахивает на нового народного фугасного любимчика. По крайней мере на данном этапе. Ведь мы помним, что корабль еще тестируется и ТТХ могут измениться. Если для Карла 14 Юхана разработчикам понадобилось создавать новую модельку корабля, то со Скарлетт Тандер все гораздо проще. Они взяли за основу прокачиваемый британский линкор второй ветки Дункан. И внешне он практически не изменился. Поменялось лишь бронирование и ТТХ. Но это решило очень многое. Если Дункан это такой вполне себе посредственный линкорчик 9 уровня, то Скарлетт Тандер претендует на нечто более интересное. По крайней мере для любителей фугасов. Так у Дункана, который по сути является линейным крейсером, есть такая большая проблема, как объемный широкий нос с обшивкой всего 25 мм. Корма тоже такой же толщины брони. А это значит, что корабль в любую проекцию пробивают практически все линкоры. Ведь для этого нужен калибр выше 357 мм. Поэтому Дункан выхватывает от линкоров очень больные плюхи. Особенно если они понимают, куда стрелять. И ему крайне сложно найти такое положение корабля относительно соперника, чтобы не рисковать в любой момент отхватить плюху на половину лица, а то и больше. И это, конечно, весьма некомфортно. У Скарлетт Тандер же обшивка будет уже 32 мм. И это очень серьезное улучшение. Всей схемы бронирования новинки у нас пока нет. Но, скорее всего, она будет в остальном очень похожа на Дункан. То есть палуба и верхний бронепояс 32 мм, цитаделька торчит над водой, но прикрыта двумя слоями обшивки. За первым толщиной 32 мм следует второй 356 или 305. В общем, броня такая себе. Но 32 мм на носу и корме вместо 25 – это значительное улучшение. Боеспособность кораблей одинаковая – 75200, то есть невыдающаяся. В общем, в целом, несмотря на улучшение брони, корпус Скарлетт Тандер остается довольно слабым по способности держать удар. И при этом у новинки еще забирают ремонтный дивизион, который есть у Дункана, вместо которого выдают обычную хилку. А еще забирают форсаж и торпеды. Чуть ухудшают маскировку на 200 метров в базе. В полной прокачке у Дункана инвиз составляет 12,1. А значит, у Скарлетт Тандер будет чуть меньше 12,3. Что, в общем-то, все равно является очень хорошей маскировкой для линкора. И еще по части корпуса у Скарлетт Тандер ощутимо лучше ПВО. Особенно в средней и дальней ауре. Дальняя так не только мощнее, но еще и дальше бьет. Заградка, как и у Дункана, имеется. И получается, что корпус новинки лучше только бронированием 32 мм носовой и кормовой обшивки и ПВО. А всем остальным хуже. Форсажа нет, инвиз чуть хуже, еще и торпеды забрали. Соответственно, можно сделать предположение, что главное преимущество Скарлетт Тандер будет заключаться в его главном калибре. И это предположение абсолютно верное. Здесь у новинки целый ряд преимуществ. Несмотря на то, что калибр и количество орудий остаются одинаковые с Дунканом, то есть 9 орудий калибра 419 мм, Скарлетт Тандеру возвращают конские, то есть особо мощные фугасы. Точно такие же стоят на Конкеррере и Лайоне в топовой комплектации. Они наносят урон 7200 и имеют бронепробитие 105 мм. У Дункан урон фугасов только 6150 и бронепробитие 70. К тому же орудия новинки перезаряжаются быстрее. Вот вам сравнительная табличка. Здесь базовые параметры, то есть без модернизации. Мы видим, что по фугасному ДПМ Скарлетт Тандер мощнее Дункана Ашна 34%. Это уже не шуточки. Мощнее Лайона почти на 7%. Но и это еще не все. Если у Дункана Сигма составляет посредственные 1,6, то у Скарлетт Тандер уже вполне приличные 1,9. То есть орудия еще и точнее. Также дальность стрельбы заметно выше. 22,2 против 19,7. То есть орудия гораздо мощнее, больше чем на треть, гораздо точнее, а еще и бронепробитие выше. Здесь правда стоит отметить, что практическая разница между бронепробитием 70 и 105 мм в нашей игре небольшая. Не так много у нас элементов брони в этом диапазоне. Навскидку мне вспоминаются только палубы авиков. Медвея, Хакурю, Аудейшес, Мальтын, Игва и так далее. Который Скарлетт Тандер будет пробивать фугасами, а Дункан не пробивал. А еще верхний бронепояс Эгира и Зигфрида. Кстати, там довольно толстая полоска, почти на всю высоту корпуса. А так больше пока ничего другого и не вспомнил. Кто вспомнит, пишите в комментариях. И в итоге у нас вырисовывается очень комфортный и мощный линкор для настрела со средних и дальних дистанций. Несокий ДПМ, мощные фугасы, хорошая точность. При этом все орудия расположены на носу, что позволяет вести огонь из всех, не сильно раскорячиваясь. Вот на такой угол надо подвернуть Дункану. Скорее всего у Скарлетт Тандер будет такой же. При этом у корабля хорошая маскировка, неплохая скорость 33,6 с флажком и довольно мощное ПВО с заградкой. То есть близко не подходим, фугасим со средних и дальних дистанций и главное не подставить борт с поднятой цитаделью. И тогда сильно пробить нас на дистанции будет довольно сложно. От Авика также сможем более-менее, если не отбиться, то по крайней мере стать для него весьма неприятной целью, много раз на которую он явно не захочет залетать. И все это еще и премиум статус, а значит фарм. Как по мне, такая концепция выглядит значительно лучше Дункана. Разница 34% ДПМ и более мощные фугасы, плюс нормальная обшивка 32 мм – это очень серьезные преимущества. Явно пересиливающие и суперхилку, и форсаж, и редко пригождающиеся торпеды. Ну а по сравнению с другим британским линкором Лайоном, Скарлетт Тандер точнее. ДПМ тоже выше, хоть и не так намного, на 7%. Носовое расположение орудий, ну и премиум статус. И пока Скарлетт Тандер действительно выглядит, как будущий народный любимчик. Точные, мощные и пробивные фугасы с высоким ДПМ. Хорошая дальность стрельбы. Все орудия на носу. Жги не хочу. Еще и ПВО мощное. Что еще надо для полного счастья любителя повыжигать и пофармить? Отличный аппарат. Пусть и не такой впечатляющий, как Карл 14-й, но для большинства игроков он будет проще и понятнее Карла с его мелким калибром. И урона Скарлетт Тандер в среднем будет выдавать явно больше. А значит, фармить лучше. Если, конечно, до релиза не занерфят. Буду внимательно следить за судьбой этого корабля и оперативно вас информировать. Жмите подписки и колокольчики, чтобы не пропустить. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был СуперДжедай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова